Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Даналия и сегодня у нас очередное обновление Star Stable Online. Добавили много чего интересного, чего-то очень долгожданного, старого и разные улучшения, которые делятся мнениями. И что же вытащили из файлов игры? Сегодня мы все это обсудим, так что берите чаечек, печеньки, ну и в обязательном порядке седлайте своих коней и поехали! Прежде чем начинать с высоких, давайте просто начнем с малого. Сегодня добавили несколько, точнее добавили одну и убрали другую функцию. Теперь вы можете использовать клавишу Е, английскую букву или русскую У, кому как непонятно, в качестве кнопки мыши. Теперь, когда вы подъезжаете к какому-либо объекту или персонажу, с которым можете взаимодействовать, у вас появляется такая надпись, которая позволяет с помощью нажатия кнопки, мышка если что вот у меня здесь, нажатием кнопки я могу войти в меню покупки лошади. Но дальше придется все равно тыкать мышкой, к сожалению, пока что целиком клавишное управление с помощью клавиатуры не пришло в Star Stable Online. И к сожалению, мне кажется это печально, потому что мне хотелось бы иметь возможность управлять Star Stable только клавиатурой, потому что порой не все могут иметь с собой при себе мышку. А так, в принципе, функция очень удобная, но недоработанная, потому что стоит как-то не так встать, и у вас все передернется, переключится, и вы не сможете нормально взаимодействовать с этой кнопкой. Второе же очень важное дополнение в этом обновлении. К нам приехали ли Айла и Умбра? Это, по-моему, вторые по счету, вторые в списке ожидания магические лошади нашей любимой страны лошадок, ССО. Потому что, я так думаю, что на самом деле магические андалузы, Айла и Умбра, их действительно ждут не так сильно, как тех же, наверное, Лузитана, Березу и Вишню. Потому что Березу и Вишню были первыми, по-моему, такими необычными магиками в своем роде. И их, наверное, ждут до сих пор кучи игроков. Но мне очень нравится, что добавили Айлу и Умбру. Это значит, что, возможно, они будут возвращать тех магических лошадей, которых вы не успели купить. Я все-таки надеюсь, что те мои друзья, мои соклубовцы, мои друзья по ССО и моя семья, вы сможете когда-нибудь докупить тех самых магиков, неважно каких. Главное, что вы сможете их докупить, я очень сильно на это надеюсь. Приехали сами лошадки и также их питомцы. Наш любимый туманный лисенок и магический кот. Я их лично называю так. Да, но я их уже купила, они у меня высветились, поэтому ничего посмотреть не могу. Стоят они дорого, по-моему, около 300 СК. Я, честно, не помню. Смотрите и читайте тексты обновлений, там всегда все написано. И да, не удивляйтесь, что я до сих пор нахожусь на своем светло-сером арабике. Я уже сегодня куплю себе нового араба и уже следующего араба. Да, просто как-то не было времени, слишком много дел, слишком много работы, слишком много ученых. Бывает такое, ибо время сессии. Я думаю, многие меня поймут. И что же касается следующего, следующей части обновления, это функцию, которую убрали из игры. Насколько я помню, раньше многим надоедало, но многим, не всем. Возможно, и ты не тот человек, вот ты сейчас смотришь это видео, и тебя это никогда не раздражало. И тебе даже это нравилось, это давало реалистичности. Но, тем не менее, разработчики решили убрать торможение лошади автоматическое. То есть все мы помним, что когда мы катаемся на лошадках, спустя какое-то время лошадь начинала фыркать и ржать. Это означало, что у тебя мигает этот значочек около карты, и нужно нажать еще раз стрелочку вперед, чтобы твоя лошадь не замедлилась. И сегодня эту функцию убрали, к сожалению. Мне, если честно, с одной стороны это радует, но с другой стороны я все равно буду прожимать стрелку вперед. Это настолько сильно выработалось у меня в привычку, что я буду и дальше прожимать клавишу вперед или W, чтобы не потерять скорость. Просто потому, что это действительно вошло у меня в привычку, и я не знаю, как от этого избавиться. Ребята, мне кажется, это будет очень трудный и долгий путь от избавления этой привычки. Но я согласна с теми людьми, которые возмущаются, что зачем они убрали эту функцию, это классно, это было реалистично. И знаете, действительно, я не понимаю, зачем они убрали такой реалистичный эффект, который позволял нормально тренироваться, говорить тренерам и директорам клубов своим ученикам, поддай шенкеля, шенкель, не теряй скорость. Это добавляло действительно очень много реализма на тренировках и на занятиях с клубами. Сейчас же, мне кажется, без этой функции все станет как-то, ну, не так. Неужели мы будем сами случайно прожимать кнопку назад, чтобы замедляться? Нет, я так не думаю. Поэтому мы потеряли очередную часть старстебла, которая давала нам чувство реальности в данной игрушке. Что же еще добавили в этом обновлении? Изменили некоторые объекты в гонке Фуркпинта, которую проводит девочка Синра. По словам разработчиков, благодаря этому гонка стала более симпатичнее, чем была до этого. А что же нас ждет на следующей неделе? На следующей неделе у нас приготовление к самому яркому празднику Юрика. А точнее, уже его прибытие. И, если вы не смотрели мое предыдущее видео по обновлению, я советую вам его посмотреть. Там вы услышите и увидите, что к нам снова приезжает Радужное Королевство. Радужный праздник, насколько я помню. И это замечательно, потому что я очень люблю это Воздушное Королевство. Без него абсолютно никуда. Там можно классно побегать, посидеть, встретить рассветы, встретить закаты. И просто очень приятно посидеть у костра со своими друзьями. Также в ближайшем обновлении, точнее сказать, нас ждет вновь возвращающаяся ярмарка амуниции. Странствующая ярмарка не лошадей, а, насколько я помню, амуниции, которые проходят здесь, на ферме Стила. Как вы помните, там приезжают три обычные лошадки с уже готовыми комплектами. И вы либо можете купить отдельные эти комплекты, или, если вам позволяет СК, и у вас нету какой-либо лошадки с этой ярмарки, вы можете купить и лошадь с уже комплектом. Она будет стоить, по-моему, то ли столько же, то ли чуть дороже. Но сам факт, вы получаете готовую амуницию уже на готовой лошади. Вот. Так что вот такие вот приятности ждут нас в будущем. А там еще нас ждет обновление всей территории фермы Стива. И вот это меня пугает больше всего, но при этом вызывает очень сильный мандраж и желание поскорее увидеть, что же там будет. А из спойлеров могу вам сказать только одно. Ребята, обожающие драконов, спешите, просто ждите и пускайте слюни. Буду добавлять магических фризов драконов, а также магических скатиков драконов, как и с Ахалтикинскими морскими конями. У нас будут фризы драконы с летающими скатиками. Если честно, я не буду загружать сюда фотографию. Если вас заинтересовала эта новость, просто идите на просторы Ютуба или Интернета и вбивайте Star Stable Magic Frizen Horses. Ну или просто Star Stable магические фризы дракона или что-то в этом роде. Я не буду вам показывать прямо здесь, что же там будет, но ребята, если вы обожаете драконов и все, что чешуйчато, я уверяю вас, вы оцените этих магиков. И что я, и что одна из моих сестер, мы уже поняли, что хотим этих коней. Да и, по-моему, Каролина тоже уже подала виду, что тоже хочет. Да и вообще, эти кони, соглашусь я с Каролиной, идеально бы подошли нашему клубу Восточной Драконы Мира. Но я не буду заставлять всех покупать этих лошадей, но как директор клуба действительно я не могу остаться без этих конях в конюшне. А на этом, пожалуй, все. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующих видео. А я сейчас побегу покупать араба.